Я приветствую всех на своем канале и это КАЗ Создание Русалки. Я добралась все-таки до этой русалки, на самом деле очень долго я думала, стоит ли или не стоит, даже сделала опрос в группе, многие сказали, что да, конечно, давай. И знаете, я в каком-то из видео говорила, что не люблю оккультных персонажей, и сейчас я это подтверждаю, да, я действительно не очень понимаю всех этих оккультных персонажей в Sims 4, но все же решила создать русалку. Вот, не знаю, все-таки как-то русалка привлекла меня больше, чем вампиры и инопланетяне. Русалка, мне кажется, гораздо интереснее как оккультный персонаж, чем вампиры и инопланетяне. Ну, собственно, что я могу сказать по поводу этой русалки и вообще по поводу касса, касаемо русалок, как они это все реализовали. На самом деле плюшек для русалок не так-то уж и много. Вот, хвост, чешуя и то не на все тело, ну, как-то, знаете, я не впечатлилась, собственно. Вот, я не скажу, что я прям в восторге осталась. Я поиграла немножко русалкой, чтобы сделать скриншоты, да и, в принципе, посмотрела на ее возможности в игре. Ну, ничего сверхъестественного, конечно же, нет. Да, там взаимодействие с дельфинами, да, ты можешь нырять без снаряжения, ты можешь устраивать грозу, бурю, призвать еще что-то. Ну, в общем, духов острова и все вот это вот такое. Ты можешь петь чарующие мелодии людям, ну, другим симам, но, как-то, знаете, это все очень как-то коряво работает на самом деле. Ну, может быть, да, русалка, ну, кому-то может понравиться, но я не впечатлилась, в принципе, я поиграла, мне хватило. Поэтому я думаю, что за русалку я точно играть не буду, даже за кадром не буду, потому что мне это не особо интересно. Я буду лучше отыгрывать какие-то свои сюжетки, какие-то свои истории, которые мне на данный момент гораздо интереснее. Если говорить о кассе, то, в принципе, хвосты у них красивые, да. Но мне, знаете, что не понравилось? То, что купальник у русалки и у обычного персонажа, то есть, как бы в обычном облике, они как бы соединены. То есть, то, что я делаю в разделе, касаемо русалки, все это автоматически копируется мне в обычный раздел, в обычный облик. Мне это не понравилось. Если я делаю фиолетовые глаза, я хочу, чтобы эти фиолетовые глаза были только тогда, когда она перевоплощается в русалку, а не на постоянной основе. Что это за бред, блин? У кого вы видели фиолетовые глаза? Ну, камон. Вот это мне не понравилось. Мне понравилось, что если я, допустим, в обычном облике персонажа надеваю купальник нормальный, человеческий, хороший купальник, то, когда я перехожу в раздел русалки и меняю ее как бы на русалку, да, у нее этот верх от купальника остается. А я хочу чешую. Но когда я надеваю чешую, эта чешуя автоматически мне возвращается туда, там, где я делала купальник. Короче, это полная фигня. Я что-то вообще не поняла этого прикола. Мне не понравился этот факт. Мне реально не понравился. Зубы такая же ерунда. Она постоянно будет ходить с такими зубами. Ну, что, блин, смеяться, я не знаю. Мне не понравился вот этот момент. Почему нельзя было это разграничить как-то? Почему, когда мы делали, допустим, вампиров, либо же инопланетян, у нас все это четко было разграничено? Инопланетян, вот он такой, да, у него этот костюм оставался только вот в разделе оккультности. То здесь же вообще все перемешали. Либо они не доделали, как-то выпустили так, и потом это все пофиксят, исправят, доделают. Либо же оставят как есть. Ну, если они оставят это как есть, то мне это не нравится. Я говорю об этом, потому что, ну, правда, это полная лажа. Я хочу полного разделения. То есть, если она превращается в русалку, она становится с фиолетовыми глазами, с чешуей, с жабрами. Допустим, я скачала жабры, да, я хочу, чтобы они были только тогда. Но оно все как-то, знаете, все переплелось. Абсолютно все переплелось. И в итоге, в конечном, я просто убрала эти жабры, я убрала эти фиолетовые глаза. Ну, как бы как убрала, так-то я добавила второй купальник. Ну, в общем, для того, чтобы поскриншотить. А так, конечно, ну, это вообще, не знаю, мне не понравилось, собственно, вот это соединение, эта смежность, что туда-сюда это все перекидывается. Мне хотелось нечто другое. Конечно же, я как человека ее тоже одела, вне зависимости от русалки, да, она же будет ходить по островам, по этим пляжам, по барам, в общем, по друзьям. Я не придумывала ей особенно какую-то историю, как она стала русалкой, почему она стала русалкой. Я думаю, что кому надо, ее скачает и уже сам разовьет в себе там любой сюжетец. Потому что, говорю, что мне не особо понравилось и мне не особо хотелось придумать ей какой-то сюжет. Поэтому, в принципе, я играть ей не буду, но если вам нравится, вы, конечно же, можете играть, скачивать. Как обычно, скачать сможете в моей группе ВКонтакте. Все ссылки всегда оставляю там и оставляю, как правило, всегда сразу же ссылку. Ну, там бывает, может быть, задержка в день-два максимум. Обычно всегда ссылки появляются на скачивание сразу. Я читала в комментариях, многие удивляются, что как это так сразу ссылку. Я знаю, что многие, наверное, не привыкли и многие симмеры так не делают, что сразу оставляют ссылку на скачивание. Но я так делаю, мне ничего это не стоит. Зайти в треймпортер, вытащить все файлы и сразу же выложить вам. Зачем мне это держать у себя, если я в конечном итоге все равно вам это выложу. Днем позже, днем раньше, мне не важно. Поэтому я привыкла делать это все сразу, чтобы потом не забыть и чтобы вы потом 10 лет не ждали эту ссылку, если вдруг очень хотели бы, допустим, скачать дом, либо персонажа. Поэтому, да. Ну, собственно, я не знаю, что тут сказать. Сама по себе девушка получилась достаточно симпатичной, но, знаете, ничего такого супер выделяющегося в ней нет. Я как-то не знаю, у меня не получилось сделать ее какую-то очень необычную. Хотя изначально я планировала сделать что-то необычное, но потом, как-то, знаете, начала опять создавать и создалось то, что создалось. И еще думала по поводу русалки сделать ее злой или доброй. Очень хотела сделать сначала ее злой, но потом поняла, что, наверное, нет. Злая русалка, ну, я не знаю. Ну, как-то это не мое. Вообще, в принципе, русалки это не мое, а еще и злые, так это вообще капец. Я, на самом деле, русалок более-менее еще прям понимаю, и почему я взялась вообще за этот касс. Потому что смотрела в свое время H2O, просто добавь воды, этот сериальчик, это просто что-то невероятное. И, наверное, из-за этого я еще к русалкам отношусь не так вот, знаете, прям нет-нет-нет, идите нафиг со своими русалками. То есть, как бы их я еще более-менее... Ну, так, я к ним равнодушна абсолютно, но не категорично против настроена. Вот так. То с вампирами же вот именно категорично против. Ну, русалку создала, в принципе, мне в создании так вот, чисто визуально понравился хвост, там, да, чешуя, но не понравилось то, что совмещено вот с обычными костюмами купальными. Это вот косяк, конечно. Но сама по себе русалочка красивая, хвостик вот этот блестящий, в принципе, неплохо. Но, говорю, играть я с таким не буду 100%. Создать – да. Дать вам на скачивание – да, показать вам – да, но играть – нет. Вот, поэтому, конечно, да. Изначально я тоже планировала сделать трио русалок, как бы, типа, из H2O, но потом поняла, что нет. Этого на Ютубе уже навалом, это реально все сразу начали делать отсылку к данному сериалу, и я поняла, что это будет вообще глупо, поэтому лучше я создам что-нибудь такое вот обособленное, что-то свое, то, что у меня получится, и думаю, что это будет гораздо лучше, чем создавать вот это трио русалок. Еще раз давать намек на то, что я это взяла из сериала – нет, я так не хотела. Пускай и другие делают, если им хочется, то я не буду. Вот, ну, собственно, видео получилось не длинным, как бы всегда касс получается достаточно коротким и достаточно быстрым, но скажу, что делаю я ее около минут сорока, наверное, потому что прорабатывала костюмчики и там еще что-то. Ну, в общем, я делаю, как правило, досконально, но иногда могу просидеть за созданием персонажей целых 2 часа, допустим. Ну, такое тоже бывает, но в этот раз как-то быстро. На этом я буду, наверное, заканчивать потихоньку это видео, я надеюсь, что оно вам было интересно и вам понравилось. Если да, то не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик для того, чтобы не пропускать новых интересных видео. Ну, а если YouTube не присылает вам уведомления, то переходите по ссылочке в описании в мою группу ВКонтакте и вступайте в нее. Там есть рассылка о выходе всех новых роликов на канале и именно там вы сможете скачать данного персонажа. Ну, и, конечно же, если вам не сложно, вы можете поделиться этим роликом со своими друзьями для того, чтобы новые зрители узнавали о канале. Ну, а на этом у меня все. Я всех благодарю за просмотр. Всем до скорых встреч и всем пока-пока. Увидимся с вами в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok